На этой территории уже третий год проводят полевые работы супрационники Саугаса комбината «Зара». Специалисты выполнены, что тут можно отримливать добрый урожай. Если не брать уразлик, минулый год, если район потерпел от засухи, сбирали до 10 тысяч тонн зерня. На особных участках урожайность до 45 центнеров с гектара. На сё летнюю уборочную кампанию прогнозов не робят, однако все факторы на корысть и ее поспеховости. Хорошая зима. Немножко, не совсем много, но нормально, снегом было. Сейчас влаги достаточно. Поэтому зима хорошая. Сейчас ведем их прополку. Занимаемся внесением азотных жидких удобрений под кукурузу. Все идет по плану и вроде бы все указывает на то, что урожай будет в этом году хороший. Эту свинотоварную ферму Саугаса комбината «Зара» будовали 5 годов. И она различена на размещение 8,5 тысяч голов. Первых живел начали завозить в студене. До конца года плануется загрузка фермы больше на 80%. Динамично развиваются в Наравлянском районе и другие сферы. На этом тыдне будет запущена уникальная линия на фабрице «Червоный Мазыранин». На початку научального года после реконструкции была открыта середняя школа номер 2. Отбывается ремонт помешканья и заявляется новое обсталевание у центральной районной больницы. Дякуючи шаму, зараз это один из четырех регионов в области, где летость был досягнутый прирост насильства. До речи, Наравлянский район по выниках социально-экономичного развития за 2015 год был признанный переможцем у своей категории. Люди настроены на работу и уже все меньше остается разовора о том, что я уеду. Это говорит о том, что люди хотят работать и при желании получается, и будем надеяться, что эти достигнутые результаты сохранимы в 2016 году. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Наравлянский район.